О том, что он станет премьер-министром Армении, Серж Сарксян знал задолго до 17 апреля 2018 года. Так же, как и о том, что он останется главным в этой стране. Изменения в Конституцию Республики тогда еще президент Армении внес в конце 2015 года. Переход от президентской к парламентской форме правления обеспечил ему продление власти. В кресло главы государства им был посажен дипломат Армен Саркисян, который даже не является гражданином Армении. Впрочем, такой ход событий давно перестал вызывать удивление. Серж Сарксян и сам пришел к власти в Армянской Республике, будучи гражданином Азербайджана. Выходец из Нагорного Карабаха с 90-х годов участвует в развитии Армении. Для будущего армянского народа он сделал многое. Огромный государственный долг, бесконечная эмиграция населения, рост бедности, безработицы, закрытие некогда крупных промышленных химических предприятий, война с соседним государством, сотни погибших на чужой земле солдат Армении и, как результат, экономическая блокада. Таковы заслуги Сержа Сарксяна на политическом поприще. Каждый раз, когда армянские граждане пытаются этот произвол остановить, в лучшем случае они попадают в тюрьмы и получают ранения. В худшем их убивают. Как это уже было в марте 2008 года, когда народ поднялся по причине сфальсифицированных президентских выборов в Армении против того же Сарксяна. Леты 2015 года в Армении тоже прекрасно помнят. Тогда правоохранительные органы этой страны не церемонились с участниками так называемого электромайдана, применив к мирному населению силу. Декабрь 2015 года в Армении протестуют против внесения изменений в Конституцию. Еще тогда стало ясно, что в 2018 году, когда президентский срок Сарксяна закончится, его попытки сохранить власть могут столкнуться с серьезным сопротивлением. Лето 2016 года. Захват полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване. Заложники погибшие и раненые. Вооруженная группа требовала отставки того же Сарксяна. Как итог, ныне они находятся в местах заключения. Против третьего президента Армении проводили не один десяток митингов. К ним Сарксян, можно сказать, привык. Требования армянского народа, уровень их жизни его никогда не заботили. Серж Сарксян продолжал свою политику. Вот и последние многотысячные акции протеста в разных городах, регионах Армении не помешали бывшему президенту стать премьер-министром. Полиция задержала десятки активистов. Есть пострадавшие. Тем не менее, нынешние события не принесут результатов, уверены эксперты. Власти Армении не заинтересованы в том, чтобы очередной приход к власти Сарксяна сопровождался какими-то драматическими событиями. Таким был фонд, на котором проходило заседание парламента. Результаты голосования Сарксяну были известны. Но процедуру нужно было переждать. Как положено. По протоколу. Мехребан Косумова, Сибиси.